привет друзья что мы сегодня послушаем точнее я послушаю вы посмотрите а может быть вот у меня такая пластиночка группы the doors тут еще несколько штучек лежат невиданных на самом деле может быть многими это концерты бутлаги так называемый the doors и группа the doors концертами нас смысле записи не очень радовала их достаточно мало хотя последние годы появляются вот этот альбом life at the ball 68 год выходила что-то похожее в 1987 году вышел концертный альбом с записью фрагментов этого концерта но он очень короткий он меньше 40 минут по моему идет мне его никогда не было смотрел на него думаю что там вообще там ничего особенного нет но вот благодаря новым технологиям в 2012 году вышел этот альбом который дает более или менее полноценное впечатление о концерте который случился 5 июля 1968 года в лос-анджелесе зале холливуд боу соответственно что это было такое 3 июля вышел альбом waiting for the sun над которым музыканты бились не то чтобы прямо уж бились бились не то чтобы он с трудом давался но некая растерянность группу одолевала потому что материала не хватало 3 пластинка все было выложено в первых двух все откровения а третье надо было как писать вот ну и половину альбома прямо в студии придумывалось но это на самом деле очень хорошо это как правило самые лучшие вещи они придумываются прямо в студии совместно группой и выдаются для широкой публики кстати говоря вы заметили что у меня зуба нет нравится на самом деле это все рок-н-ролл от рок-н-ролла зубы вырастают старые выпадают а новые вырастают через пару недель вы в этом убедитесь меня будет красивый новый блестящий рок-н-ролльный зуб сам вырастет чистая правда ну так вот группа поехала в лос-анджелес в этот самый холливуд болл в июле 68 года первый грандиозный концерт первый большой концерт the doors 18 тысяч зрителей ужин с группой the rolling stones совместные они дружили в общем в отличие от и гиппопа который приходил на концерты doors пару раз посмотрел на морисона сказал что нет это не то и уходил с этих концертов что его туда заносило ну видимо жажда развлечений жажда чего-то новенького потом кстати говоря когда умер джим моррисон гиппопа было предложение от манзарака присоединиться к группе the doors вместо морисона на что и гиппоп рассмеялся и сказал что нафиг мне это нужно и был прав на самом деле карьера его сложилась более чем успешно музыки он записал очень много очень хороший а the doors без него тоже не пропали без моррисона и без и гиппопа ну это не важно в общем после ужина с the rolling stones группа приехала в концертный зал который их ждал видеть гигантской толпы прямо на парковке пришлось им пробираться в этот самый зал сцена заставлена была усилителями потому что в те годы вообще не представляю как играю музыканты на сцене порталов как таковых не было усилители и колонки динамики ставили прямо на сцене но и по бокам сцены немножко но в принципе это все были такие вещи которые дули прямо в артистов и артисты зачастую глохли от этого дела потому что сейчас даже когда выходишь на сцену иногда и от комбиков уши закладывает смотря как настроишься там бывает ошибешься и потом после концерта выходишь ухо не слышит но это говорит о моем непрофессионализм на самом деле настоящие артисты все выступают под фонограмму и них ничего не глохнет вот в общем 68 год не первый концерт группы the doors конечно первый такой большой но не первые они играли очень много очень разных местах и по слухам я ориентируюсь только на слухи силу того что сам ни разу не был на концерте the doors с морисом также как и большинство наверно тех кто меня сейчас смотрит мы ориентируемся только на то что прочитали то что нам рассказали то что мы услышали от кого-то где-то когда-то что-то по слухам ранее концерты the doors были отличные но очень яростные и хаотичные я бы сказал потому что в общем это естественно группа рвалась вперед скорее скорее круче громче и завоевать весь мир ну таким образом мир и завоевывается безумием сценическим это сценическое безумие присутствовала на ранних концертах а концерты поздние кстати вот парочка у меня есть я их в общем слушал уже несколько раз послушаю сегодня еще они не сказать чтобы более академичные играют очень круто очень слаженно очень здорово но как-то без огонька что ли очень длинные джемы например песня известная бэкдермен или диксона если я не ошибаюсь или мадиотерс я не помню кто написал бэкдермен не важно здесь она играется две с половиной минуты а вот на этих пластинках она играется минут по 10 по 15 то есть такие довольно бессмысленные джемы отчаянным поклонникам the doors это наверняка интересно но они отчаянным таким как я например я спокойный поклонник the doors я не 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 покрываюсь потом от прослушивания этой музыки но хотя она мне нравится ну такие бессмысленные длинные концертные джемы они ну не знаю на концерте может быть это здорово слушать на пластинке не очень интересно потому что чтобы играть импровизации нужно быть а очень хорошо музыкально образованным человеком то относится в том числе и к музыкантам группе doors но б эти импровизации хорошо бы отрепетировать все таки дома по крайней мере представлять что мы будем играть с таким парнем как морисом иногда сложно было представить что мы будем играть хотя хотя вот эта пластинка она шикарна она шикарна тем что здесь есть и импровизации и свобода на сцене и потрясающая отрепетированность всего что играется настолько все точно настолько все на местах и кажется что начинается полное безумие а потом раз на сильной доле вдруг это безумие обрывается и идет песня ну все подготовлено заранее в том числе и безумие тоже подготовлено начинается с интро шоу старт интро моррисон непонятно где группа начинает играть в and the music over играет manzarek очень долго очень долго играет вступление в and the music over потом страшные вопль моррисона видимо он вышел мы не видим этого видим он вышел появился страшный дикий звериный вопль в руб барабанов в руб всей группы и понеслась в and the music over очень интересная штука соло кригера совершенно необычная в своем ну для кригера обычная для нас необычная своей манере он играет соло замечательное после крика until the end моррисон кричит until the end понеслась эта штука интересно слушать 13 минут песня и не устаешь от нее потому что очень очень по-разному все происходит в какой-то момент все затихают остается один manzarek играет басовый риф из двух нот а потом публика взрывается и страшно ржет свистит топчет ногами топочет хлопает в ладоши видимо моррисон выкинул какой-нибудь кульбит на сцене перед выходом на сцену моррисон закинулся кислотой как пишут очевидцы и кислота еще не начала действовать он еще выдавал хорошие кульбиты интересные смешные следующая песня alabama song вполне конкретно сыгранная хотя и коротенькая всего полторы минуты и потом backdoor man как я уже и говорил две с половиной минуты очень чистенько очень все правильно в каноне что называется в блюзовом хотя кригер играет соло абсолютно не блюзовое но она ложится в этот блюз backdoor man очень даже хорошо после этого джим моррисон страшно хохочет и кригер игра играет второе соло слайдом уже приближенная к блюзу вторая сторона начинается с the wasp texas radio and the big beat это моррисон вещает что-то публике я не знаю не переводил что он там вещает наверное что-то интересное и hello i love you начинается произведение тоже не длинная версия две с лишним минуты но достаточно зверская достаточно зверская песня переходит в мунлайт драйв три с половиной минуты соло кригера на слайд гитаре очень интересно вообще все звучит очень здорово все звучит очень здорово потому что концерт записан на восьмиканальный магнитофон специально все подготовлено если кому интересно я даже скажу какие микрофоны использовали здесь джим пел в микрофон шур см 57 рейман за кто же в шур см 57 ну остальные то шур см 57 здесь везде присутствует у всех но ему 87 присутствует ну это для тех кому интересно кто в студии попытается что-то повторить или пользуется этими микрофонами интересная штука для в технической стороне что басовая партия манзарака на клавишах снималась отдельно микрофона этим была выведена куда-то отдельно и бас записывался отдельно на отдельный канал 8 каналов я напомню было в записи что тут происходит а мунлайт драйв начинается и вот здесь я вспоминаю один из своих любимых фильмах веселые ребята фраза яйца подействовали здесь вот на мунлайт драйв яйца подействовали уже не только на моррисона на всего практически группа потому что после мунлайт драйв начинается полное безумие моррисон читает свои тексты нерифмованные стихи а все свирепствуют невероятно зацепило всех в общем и и и начинается полный хаос на сцене и кажется что все концерт сейчас закончится но нет быстрая остановочка и чистенько чистенько кригер играет spanish caravan начала песни и spanish caravan звучит так как на пластинке как будто не было этого безумия до того как-то яйца подействовали и потом опять раздействовали и все вернулось на круги своя все стало чистенько хорошо но на третьей стороне то что здесь написано wake up wake up снова это страшные диссонансы невероятные аккорды манзарыка на клавишах просто хаос какой-то жуткий кошмар на сцене ну и моррисон кричит своим звериным голосом этот кошмар поддерживая и это просто какой-то от преддверия ада преддверия ада переходит в light my fire light my fire очень длинная здесь версия 10 минут с лишним она идет и кажется что уже все уже на этом все закончится но начинается за аном солдже после light my fire откуда силы берутся непонятно потому что выложились уже так все уже с таким звездом с таким криком с такими диссонансами с такими импровизациями с такими какими-то дикими джазовыми сбивками на барабанах хочется сказать про бас но баса здесь нет здесь бас манзарк в общем откуда берутся силы непонятно наверное яйца снова подействовали уже по второму второму разу и после unknown soldier на всю сторону второй пластинки это двойник да я напоминаю двойной альбом на всю четвертую сторону the end где группа распряглась абсолютно и уже позволяет себе все чего позволять в начале концерта было нельзя то есть импровизация затихающие останавливающиеся потом снова развивающиеся соло одно соло другое соло на клавишах соло на гитаре поэзия морисона с добавлением текстов которых нет на альбоме и с забыванием того что есть на альбоме с возвратом опять туда в общем 18 минут полный абсолютной медитации вместе с залом но мне эта штука понравилась на самом деле вот эта медитация хотя перед тем как разговаривать об этом альбоме я говорил что не люблю вот эти хаотичные бессмысленные рок-импровизации здесь одна хорошая она осмысленная потому что она вся в поэзии вся в в мыслях тех которые несет морисон словами этой песни the end хотя достаточно сложные потому что хорошие стихи они всегда неким образом абстрактные они не конкретные это мне говорил очень хороший мой учитель 1 ну в общем здесь все хорошо ребята это очень хороший альбом гораздо лучше чем абсолютно life номерной альбом концертная тоже номерной но он уже номерной вот сейчас 2012 год я напомню об этих пластинках я расскажу как-нибудь в другой раз и скорее всего при встрече с дмитрием юрьевичем нашей ну а сейчас что же я пошел пить пока